Ну и, наконец, очевидно, что критическая теория породила довольно большое количество ученых или мыслителей, или, по крайней мере, повлияло на то, что ряд людей в разных концах мира, в схожих парадигмах мыслили. Но это, по крайней мере, мы назовем три фамилии. Это Луи Альтюсер, французский неомарксист, это Гиде Бор и это Антонио Грамши. То есть, так или иначе, всех их мы можем отнести к категории теории, назовем ее так, теории идеологических аппаратов. Они все очень близки к марксистскому подходу, они все очень напоминают с одной стороны Маркуза, с другой стороны Хабермаса, и в то же время они в определенной степени напрямую не относятся ни к франкфуртской школе, ни к этим ученым и так далее. И, собственно, таких теорий масса. То есть, количество теорий, на которых повлияло критическое, очень много. Ну, вообще, да, категория идеологических аппаратов возникает, по-моему, у Альтюсера первым. Он противопоставляет два типа аппаратов. Мы, кстати, об этом говорили в первой лекции. Альтюсер противопоставляет репрессивные аппараты государства, то есть аппараты прямого принуждения или насилия, армия, полиция и так далее, с аппаратами идеологическими. Он их так называет. Ideological apparatus. Идеологические аппараты государства. Это школа, церковь, медиа, культура, культурная индустрия, ну и так далее. То есть, это все то, при помощи чего государство может сформировать согласие и добиваться согласия от индивидов без применения прямого принуждения. И, собственно, вот современное общество, с точки зрения Альтюсера, в них прямое государственное насилие постепенно замещается вот этим вот косвенным насилием идеологическими аппаратами. Вот отчасти в похожей парадигме мыслит Гидебор. У него есть такое произведение, называется «Общество спектакля». Вот с точки зрения Дебора вся современная жизнь превращается в спектакль благодаря медиа, потому что большую часть своей реальности, а именно то, что за страна, в какой строй в этой стране, какие в ней складываются отношения в этой стране, как она живет и так далее, большую часть нашей социальной реальности, такой макросоциальной реальности мы узнаем через медиа. И медиа, с точки зрения Дебора, вот большую часть социальной реальности мы узнаем через медиа. И вот эти медиа, с точки зрения Дебора, создают спектакль. Постепенно, в общем, отрываясь от реальности, конструируя ту реальность, которая ему угодно, в связи с тем, что большинство медиа находится в руках правящего класса, ну и так далее. В похожем контексте мыслит Антонио Громшин, а у него есть концепция гегемонии, властной гегемонии, куда относится, собственно говоря, в той или иной мере вот это понятие идеологической гегемонии. Гегемония, которая, опять же, реализуется не через репрессивные методы, а через методы символического подавления. Кстати, это потом влияет на, там, отчасти детерминирует идеи Бурдье, например, да, у Бурдье концепция, так называемая, символического насилия или символического контроля, она очень, так сказать, распространена. То есть символическое насилие, дальше в похожих парадигмах рассуждают многие другие исследователи, уже более поздние, да, это там, отчасти это влияет и на лингвистов, лингвистическую теорию, ну и так далее. То есть в этом смысле мы видим, каким образом эти трое ученых, это просто пример того, как люди из других сфер научных, вот эту критическую теорию в себя вбирают и начинают использовать. И таким образом, исходя из вот этого, мы должны, наверное, поставить черту, подвести черту под этой группой теорий, то есть охарактеризовать ее в целом. Ну, во-первых, мы видим, что она постепенно расширяется в сторону политической экономии. Если Адорн и Хоркхаймеры, это еще пока философия, но за счет того, что они затрагивают экономические отношения, безусловно, критику социального строя и так далее, они постепенно уходят, да, вот приближая, так сказать, эту группу теорий к социальным теориям. И в этом смысле Хабермас гораздо более социален. И, так сказать, Хабермаса изучают даже иногда социологи, да, вот границы между социологией, философией, психологией, политикой в данном случае очень размыты, да. И Хабермаса изучают политологи, его изучают отчасти социологи, и его изучают медийщики, коммуникативисты. И вот эта группа теорий в чистом виде перестает существовать, потому что она от философии уходит к более, ну что ли, к социальным наукам, вот к более таким прагматичным. Безусловно, что частично ее позволяет инструментализировать для определенных политических целей, например, для политических целей левого движения. Но это не так важно в данном контексте, потому что важно то, что эта группа теорий постепенно, да, мимикрирует в другие, в политэкономию медиа отчасти, да. То есть в современных условиях она не так распространена вот в чистом виде, как философское учение, потому что чисто философские концепты перестали удовлетворять исследователей. Но зато исследователи на основе этих философских концептов вывели несколько, так сказать, идей, которые разрабатывают в рамках других проблематик. Ну, наконец, это влияет там на представителей политэкономии медиа или критическая политэкономия медиа, которые, взяв за основу идею культурных, индустриализации культуры, начинают изучать более детально культурные индустрии, так сказать, уйдя от чистых констатаций, которые были свойственны Адорне и Хорхаймеру, что вот там общество, так сказать, подчиняется утилитарным законам экономики, а уйдя в сторону более глубокого изучения, какого типа этой индустрии возникает, какая логика у них действует, чем они отличаются от других видов индустрии и так далее. И, таким образом, вот отчасти это политэкономия медиа, развивающаяся в категории вообще проблемы культурного доминирования, да, доминирования одних стран над другими странами, одного контента над другим контентом и так далее, да. То есть, вот эти вот отношения неравенства лежат в основе, пожалуй, в той или иной мере всех концептов, которые унаследовали, так сказать, подход критической теории, но, безусловно, адаптировали его для своих нужд.